10 февраля в Центральный районный суд города Твери поступила апелляционная жалоба от адвоката Эмилия Байрамова на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, суд рассмотрел ходатайство следствия 5 февраля, а 3 февраля на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы произошла авария, в которой пострадали пешеходы, и погиб 50-летний водитель автомобиля Volkswagen. Экспертиза установила, что скорость машины, которой управлял Байрамов, в момент столкновения была 104 км в час. К тому же в организме Байрамова экспертиза обнаружила следы кокаина. Апелляционная жалоба еще не поступила в Тверской областной суд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис Евсеев будет находиться в следственном изоляторе два месяца, пока идет следствие. 13 февраля Тверской областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на постановление о мере пресечений начальнику отдела надзорной деятельности по Твери Денису Никитину и дознавателю Максиму Мартынову. Они в тот же день, 29 января, заключены под стражу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА